Нельзя сказать. Подозреваемый Андрей Шилов сегодня не так разговорчив, как на видео, которое он снял месяц назад и выложил в социальные сети. Общаться с журналистами не хочет, нервничает и закрывает лицо руками. Один из друзей погибшего, Дмитрия Сисигина, тоже пытается вытянуть хоть слово с участника конфликта. Вы осознаёте, что произошло той ночью? Потому что для меня, как для человека, было бы приятнее. Меня аж трясёт сейчас, если честно. Для меня было бы приятнее, если бы люди, которые это сделали, сказали, да. Мы поняли, что, возможно, мы были под воздействием каких-то веществ. Мы не ведали, что творим. И мы сделали это, и мы раскаиваемся в этом. В зале суда адвокат и прокурор. Доводы сторон о мере пресечения суд слушает за закрытыми дверями. Журналистов на заседание не пускают. Андрей Шилов – один из подозреваемых в деле об избиении спортсмена. По версии следствия, у парней произошёл конфликт, они подрались. Травмы у Дмитрия Сисигина были настолько серьёзными, что спасти его жизнь врачам не удалось. Он скончался, не приходя в сознание спустя 22 дня. Несправительное отношение подозреваемого Шилова. Андрей Иванович, 30-го, 4-го, 11-го утверждения. Меры пресечения и заключения под стражей сроком на два месяца. Следом за Андреем Шиловым суд привозят и второго подозреваемого Сергея Шмелёва в зал заседания. 24-летнего парня тоже заводят наручниках. Он явно не рад такому вниманию со стороны журналистов, но более разговорчив. Сергей, раскаиваетесь? Да. По словам Шмелёва, в тот день, 14 сентября, между друзьями действительно произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Признаётся, таких серьёзных последствий не ожидал. Вы как-то пытались связаться с матерью? Да, пытался. Никакой. То есть она не хотела встречаться. Ездил в больницу. Кто не хотел её искать, то есть звонил в больницу. Проявлял инициативу, но никакого факта не было. Сказали, что она не хочет с вами встречаться. То есть это было бы наглостью приехать к ней домой. Я его не убивал, я с ним лишь дрался. А скончался он от каких-то травм, он ударился. Я вообще, то есть вы скажете, что я с ним дрался, что я вообще с ним... А вы не боитесь, что вас посадят, а вашего друга нет? Да, хоть как посадят. Меня хоть как посадят. Через 15 минут приговор огласили и Шмелёву. Также два месяца заключения, но задержанный с таким решением не согласен. Известно, что Шилов и Шмелёв уже были ранее судимы. Один за мошенничество и грабёж, второй за грабёж и незаконный оборот наркотиков. Шмелёв частично признал свою вину. Повторное заседание по этому громкому делу состоится 13 декабря. Два месяца, пока будет идти следствие, Шмелёв и Шилов проведут в СИЗО. Отмечу, если их вина будет доказана, максимальная статья. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека, до 15 лет лишения свободы. Екатерина Усатенко, Дмитрий Бородай, Афонтова, Новость.